Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать книгу Премудрости Соломона на библейском портале экзегет.ру. И мы читаем сегодня третью главу. Итак, Премудрый Соломон пишет «О души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас уничтожением, но они пребывают в мире. Ибо хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказанные они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их как жертву всесовершенную. Итак, Соломон начинает третью главу с такого парадоксального утверждения «Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их». Ну, все в руке Божией, не случайно в символе веры, буквально в первых его строках, да, Бог называется Вседержителем, то есть он все держит в своей руке. Он творец, и он не просто больше мира, он вообще с миром несопоставим. Да, божественная природа иная, недоступная для нашего понимания, и мир, он существует только благодаря благой воле и любви Творца. И вот души праведных в руке Божией. То есть, ну, вероятно, если учитывать, что Соломон знает, что Бог вообще Вседержитель, речь идет про некоторое особенное внимание к праведникам. Почему он это подчеркивает? Потому что все знают, что люди праведные на земле редко могут прожить спокойную жизнь. Они сталкиваются с людьми неправильными, они действуют принципиально, они пытаются жить по совести, они пытаются жить по правде Божией, оставаться верными Богу, а в мире, который возле лежит, это сделать очень трудно. И понимая вот такое внутреннее смущение от всего происходящего, Соломон говорит, души праведных в руке Божией. И если с первой половиной этой фразы можно легко согласиться, то вторая вызывает вопросы, особенно у людей, которые пожили в этом мире, имеют опыт, и мучение не коснется их. То есть да, да, руки, да, действительно, праведники, души праведников в руке Божией, но мучение, конечно же, касается праведников в том смысле, что они бывают и просто претерпевают моральные мучения, видя, что творится на земле. Они могут быть мучимы буквально физически, как, например, мучимы были пророки, и автор этих строк знал, что переживали пророки. И, конечно же, мы сегодня, в 20-21 веке, знаем, что может быть с праведниками. У нас у самих, в истории нашей страны, есть опыт новомучников и исповедников русской церкви. Но Соломон, который пишет эти строки, сам знает прекрасно, о чем идет речь, и поэтому говорит о мучениях, конечно, в другом ключе. Речь не идет ни о нравственных мучениях, ни о мучениях просто физических. Он имеет в виду мучения духовные, и в первую очередь мучения посмертные. Почему? Потому что уже во втором стихе он прекрасно показывает, что он знает, чем заканчивается, и чем сопровождается и заканчивается жизнь праведника в мире. Он так и пишет. В глазах неразумных они казались умершими. То есть люди, которые думали, что здесь все заканчивается, они были уверены, что праведники погибли. И исход их считался погибелью. И отшествие от нас уничтожением. То есть люди считали, что вот-вот праведник умер, и все, на этом его жизнь закончилась. Он не воскреснет, он после смерти никак не существует. И поэтому, что ж, он уничтожен. Но дальше Соломон высказывает теперь свою точку зрения, точку зрения, связанную с откровением, не точку зрения неразумных людей. Но они пребывают в мире. И вот очень интересная эта фраза. Он не говорит, но они живут за гробом, или но их души, с ними все нормально, и все хорошо. Он говорит, но они пребывают в мире. То есть каким-то образом Господь их бессмертные души упокоевает. Они пребывают в мире не как будто они, знаете, как в пантеистическом таком ключе, как будто бы их души как-то в мире, как в космосе, да, растворены. Нет, в мире Ирине по-гречески. То есть мир Божий, благодатный мир, мир как внутренний благодатный покой. И вот они пребывают в таком мире, вот эти праведники. То есть в мире как в покое Божием. Почему, собственно, когда человек умирает, христиане и говорят, да, вечный покой, подождь Господи. Вот как раз вот это пребывание в мире, упокоение. И праведники этого упокоения достигают. Хотя здесь дальше будут намеки и на воскресение мертвых. Далее Соломон пишет. И немного наказанные они будут многооблагодетельствованы. То есть немного наказанные здесь, в этой жизни, будут многооблагодетельствованы после воскресения, в будущем. Потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его. Вот эти испытания, они связаны не только с жестокостью мира, но они связаны еще и с тем, что человек, который проявляет верность Богу, он в этой верности должен утвердиться. Как, например, Авраам, который приносил, должен был принести в жертву сына своего Исаака. Потому что одно дело сказать Богу, что ты праведник, что ты хочешь быть праведником. И другое дело выбрать праведность, когда тяжело, когда трудно, когда все против, когда враги человеку домашние его, или, может быть, какие-то еще близкие люди. В общем, все очень трудно, но ты все равно выбираешь Божью сторону. И далее он пишет. Он испытал их, как золото в горниле, и принял их, как жертву всесовершенную. То есть они себя, что значит жертва, да? Жертва – это когда мы отдаем часть. Всесовершенная жертва полная, да? То есть когда мы полностью, и она беспятна, и беспорока эта жертва. И вот он нашел, что эти люди, они готовы были ради него, ради верности ему стать такой жертвой, принести как бы себя в жертву этой верности Богу. Во время воздаяния им они высияют, как искры, бегущие по стеблю. То есть когда человек зажигал солому, он видел, как искры быстро распространялись по ней. Вот так быстро высияют праведники, когда будет суд, да? И во время воздаяния, то есть во время того, как они будут судимы, они будут прославлены. Вот так же, как возгорается солома. Вот такой образ человека, который, по всей видимости, довольно часто это видел. Может быть, сегодня мы с этим не связаны, и поэтому видим костер, или тем более какой-то загорающийся солому довольно редко. Но он видел, и для него это был такой образ мгновенного распространения, практически мгновенного распространения огня, когда все быстро вспыхивает. «Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки». Ну, эта идея о том, что праведник своей жизнью судит народы, она, собственно, происходит из того мнения, что раз праведник смог в мире жить благочестиво, значит, могли и другие люди. Значит, это не нечто врожденное, когда человек, например, не может чего-то сделать принципиально, и тогда с него нечего спрашивать. Почему праведник судит мир? Потому что праведник способен был сделать то, что должны были сделать все. И его жизнь оказывается судом, кризисом для остальных людей, потому что они могут посмотреть на свою жизнь и понять, что в свою меру, мера у всех действительно разная, но в свою меру каждый мог приложить усилия. «Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у Него, ибо благодать и милость со святыми Его и промышления об избранных Его. Нечестивые же как умствовали, так и понесут наказание за то, что презрели праведного и отступили от Господа, ибо презирающий мудрость и наставление несчастен, и надежды их суетны, и труды их бесплодны, и дела их непотребны, жены их несмысленны, дети их злы, проклят род их». И, конечно, логика здесь какая? Злой человек, человек, который наполняет свою жизнь злом, он отравляет все, что существует вокруг него. Мы видим, что надеющиеся на Бога, они познают истину, то есть глубже и глубже оказывается познание Бога в этой встрече, и верные они любимы Богом в ответ, не потому, что неверные нелюбимы Богом, а потому, что верные, когда они становятся ближе к Богу, они и его любовь ощущают лучше. Неслучайно апостол говорит, Бог хочет всем спастись и в познание истины прийти. Он есть сама любовь, и поэтому мы не можем сказать, что кого-то в буквальном смысле слова, то есть в действительности, необразно, Бог ненавидит и кому-то желает погибели. Но люди, которые сами выбирают зло, они умствовали, и они несут то наказание, которое выходит из самой логики их поступков. Ибо презирающие мудрость, то есть они презрели мудрость, не просто они хотели познать мудрость, они стремились ее познать, пытались жить по-христиански, но ничего у них не вышло. Нет. Или, скажем, исполнять заповеди, если речь идет про Ветхий Завет. Нет. Ибо презирающий мудрость и наставление несчастен. То есть человек, который отрекается сознательно, отвергает заповеди, отвергает наставление, отвергает поучение Божие, он несчастен. И надежда его, то есть на что он надеется, к чему он стремится, суетна. И естественно, раз надежда суетна, то есть бесплодна, и она не нужна, и труд бесплоден, то есть вот они надеются на что-то, они действуют, действия некоторые предпринимают, но их труды бесплодны, и дела в итоге не потребны. Сегодня у нас слово «непотребно» означает что-то плохое, но на самом деле не потребно от слова «требовать», нуждаться. То есть и дела их, они не нужны на самом деле. То есть вот такой ряд образов, как на нитку бусы нанизываются, показывает, что вся жизнь нечестивого человека, человека, который отвернулся от Бога, отказался от научения, не захотел познавать мудрость, она состоит из суеты, бесплодных и непотребных, ненужных вещей. Он суетится, он надеется, но это все тщетно. И даже, как я сказал уже за несколько слов до этого, такой человек отравляет собою все свое окружение. Жена такого человека несмысленна, то есть она тоже заражается вот такой его пустотой внутренней. Дети злые. Почему? Злые в библейском смысле слова. Не в смысле, что они невыносимые какие-нибудь хулиганы, а в смысле, что они... То есть и это тоже может быть, но речь скорее идет о том, что они противостоят Богу. То есть человек, который выбрал суету, выбрал зло, выбрал неправду, он и детей таких же воспитывает. И говорится, проклят род их. Что значит проклят род? Такое слово страшное, проклятие. На самом деле проклятие — это отлучение от жизни. И сказать проклят, это означает, как бы потерял связь с источником жизни. Это очевидно, так и есть, потому что такие люди отрекаются от Бога, уходят от Него, расторгают с Ним всякие отношения, они живут для другого, и они оказываются проклятыми. Не потому, что Бог с ненавистью их проклинает, желает им смерти. Это просто их выбор. Они сами идут по этому пути. «Блаженна неплодная, не осквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа, она получит при воздаянии святых душ. Блажен и евнух, не сделавший беззакония рукою и не помысливший лукавого против Господа, ибо дастся ему особенная благодать веры и приятнейший жребий в храме Господнем». Учитывая, что культура Ветхого Завета это культура, связанная с деторождением, большинство комментаторов считает, что речь здесь не идет в полном смысле, в буквальном смысле, о бесплодной женщине или бесплодном мужчине. Потому что мы помним, что в Ветхом Завете евнух вообще извергался из среды народа, он не мог, если он... он не мог быть полноценным членом народа Божьего. Поэтому представить себе, что Соломон действительно пишет «блаженно бесплодная» или «блажен евнух», это довольно странно. И, судя по всему, речь идет о людях, которые бесплодны на дела злы. Тут так и говорится, «блаженно неплодная, не осквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа». То есть акцент делается на женщину, которая могла бы вступить в беззаконную, противозаконную, греховную связь, но она этого не сделала. То же самое и евнух, человек, который не совершает злых дел, не мыслит лукаво против Господа. Такие люди получают свою награду. А заканчивается вот это рассуждение о благочестивых людях такими словами, это 15 стих, «Плод добрых трудов славен, и корень мудрости неподвижен». «Плод добрых трудов». То есть речь идет о плоде самой жизни, то есть прожитая жизнь как плод. И если это добрый плод, то это славная жизнь, славная как имеющая вес, как имеющая значение перед Богом, в глазах Божьих, как имеющая вес в смысле жизни, в ее исполненности, в завершенности, в том, что она состоялась, в том, что она была такой, какой должна была быть. И корень мудрости неподвижен. Что значит корень мудрости неподвижен? Мудрый человек, человек, живущий праведной жизнью, он как будто бы укореняется в праведную, правильную почву, в правильную жизнь. Да, и никакие невзгоды, нестроения, они ему, оказывается, не страшны. И если образ, есть в православных молитвах такой образ житейского моря, которое мы видим, что оно возвязается волнами и бурей, то здесь как раз оказывается, что корень мудрости неподвижен. То есть вот такой человек, который так прожил жизнь, он не боится всех этих испытаний. Он твердо укоренен в почву. Далее окончание главы посвящено неправедному роду, роду нечестивых людей. Дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного ложа исчезнет. Если они и будут долгожизненны, но будут почитаться за ничто, и поздняя старость их будет без почета. А если скоро умрут, не будут иметь надежды и утешения в день суда, ибо ужасен конец неправедного рода. Здесь, конечно, без сомнения, на мой взгляд, по крайней мере, это так, есть определенное педагогическое такое преувеличение. Дети прелюбодеев будут несовершенны. То есть это... Дело в том, что в рамках, вообще в культуре Ветхого Завета вся эсхатология, или практически вся, были в Ветхом Завете намеки, мы их знаем, эти намеки, на воскресение мертвых книги Иова, или на жизнь после смерти в других книгах премудрости. Но в то же время основная эсхатологическая реальность — это реальность, просто сказывающаяся в твоих поколениях. То есть ты живешь хорошо, у твоих детей все будет хорошо. Ты живешь плохо, у твоих детей все будет плохо. Все ограничивается, или практически все ограничивается этим миром. Никакого воздаяния или наказания полноценно как-то описанного или истолкованного не было в Ветхом Завете представлено. И сказать человеку, что твои дети будут несчастны, это был некоторый предел такой Ветхозаветной эсхатологии. Невозможно было сказать, ты после смерти будешь мучиться, там у тебя будут какие-то будут адские мучения и так далее. Было учение о Шиоле, все туда шли, праведники и грешники. Другое дело, что они в Шиоле переживали, но говорить о том, что там были какие-то полноценные блаженства или наоборот мучения, мы не можем. По крайней мере, этого не было в мировоззрении Ветхозаветного человека. И поэтому Соломон, желая остановить человека на путях греховной жизни, он использует такой прием. Он говорит, вот с детьми у вас все будет плохо. Дети прелюбодеев будут несовершенны. Ну, то есть, может быть, больны или что он имеет в виду, нечто подобное. И семя беззаконного ложа исчезнет. То есть, такой род прервется просто, и все. Если же и будут долгожизнены, но будут почитаться за ничто, то есть, не будут уважения. Они в отношении, их никто не будет уважать. И поздняя старость их будет без почета. Ну, здесь уже все понятно и буквально. А если скоро умрут, не будут иметь надежды и утешения в день суда. Ибо ужасен конец неправедного рода. В то же время, конечно, если мы посмотрим на учение Ветхого Завета об ответственности, надо сказать, что оно претерпевало определенные изменения. И для ветхозаветных людей первоначально коллективная ответственность существовала. Это действительно так. Но в то же время существовала и индивидуальная ответственность. И вот у пророков, например, у того же пророка Эзекииля в 18 главе, там прямо говорится, что больше дети за грехи отцов не страдают. И целая глава посвящена практически вся вот этой такой важной богословской мысли, что каждый отвечает за свои поступки. Поэтому я и говорю, что окончание вот этой третьей главы «Книги премудрости» и Соломона является таким педагогическим преувеличением. Мы не можем генерализировать, не можем обобщать на основании этих слов и говорить, что все дети прелюбодеев обязательно рождаются больными, например. Или что семя беззаконного ложа прерывается, и они там все бесплодны, скажем. Почему? Потому что, ну, во-первых, это богословски неверно, человек каждый несет ответственность за себя. Но еще здесь какая есть опасность? Опасность такова, что люди, а мы и склонны к таким вещам, они начнут пользоваться обратной логикой. Раз ты, ребенок родился больной, значит, наверное, он нагулен, и значит, он там рожден в прелюбодеянии. Вот, род прервался, наверное, это был род каких-то особых грешников, которые сами по себе буквально, ну, отлучили себя от Бога и оказались проклятыми и так далее. Вот чтобы такого не было, мы не можем выстраивать таких примитивных, логических цепочек и говорить, вот плохой поступок, вот наказание. Если мы видим какое-то наказание, значит, был плохой поступок. Даже начало этой самой третьей главы говорит о том, что плохие поступки и даже, смотрите, с чего начинается, я вернусь, да, ибо хотя в глазах людей они и наказываются, или даже хотя они казались умершими, и исход их считался погибелью, как это совместить с отсутствием почитания в старости? Тоже, да, вот здесь, пожалуйста, исход в позоре, исход в каком-то таком унижении, и там для грешников исход, исход получается в унижении и без какого-то почета. То есть для самого Соломона проблема, конечно, сложнее, но педагогически он предлагает вот такой путь своим слушателям, что надо, чтобы не умножать беззакония и чтобы наши беззакония никогда же косвенно не влияли на детей, на наших потомков, вообще на всех наших близких, этих беззаконий не должно быть в нашей жизни. Дай Бог, чтобы так и было. Всего доброго. Продолжение следует...